Утро пятницы. Что может быть прекраснее, это вот ожидание, предвкушение уже выходных, а впереди ведь теперь нас, уже как-то мы, может быть, планируем свою жизнь на будущее, и впереди действительно такой приятный, прекрасный праздник, как День всех влюблённых, 14 февраля, уже начинает думать о нём. Может быть, раньше начиналась, по-моему, работа по этому направлению маркетологов, действительно, уже за месяц, и начинаешь там ходить по городу, видишь, везде сердечки, шоколадки и все приметы вот этого прекрасного весеннего, ну, предвесеннего праздника. 14 февраля вот можно провести действительно очень романтично, пойти на концерт, и вот сегодня мы поговорим, может быть, и об этом концерте, и вообще о том, как живут сейчас исполнители академической классической музыки. У нас в гостях скрипачка Анна Салнит, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Анна у нас возглавляет художественный руководитель и вдохновитель коллектива струнного квартета «Алма». Вот, может быть, несколько слов о том, как вообще, ну, то есть, насколько вот эта форма, она такого небольшого вот именно коллектива музыкального, потому что мы обычно представляем себе там симфонические оркестры, там, как огромные какие-то такие вот конгломераты музыкантов. Вот это какая-то отдушина, это возможность заняться чем-то вот, ну, как бы для души, или более мобильное какое-то вот объединение музыкантов? Да, знаете, наверное, все музыканты, исполнители имеют опыт работы в оркестрах различных. Вот струнный квартет, это относится к жанру камерной музыки. Вообще, хочу сказать, что, ну, для меня жанр камерной музыки, наверное, ближе всего, и в последнее время я все больше и больше занимаюсь именно камерной музыкой играю. Это струнный квартет «Алма», и это фортепиано-трио, классический состав, скрипка, виолончели, фортепиано, сэмпро-музыка. Очень жанр камерной музыки очень благодарный, потому что, если мы берем тем более классический состав и струнный квартет, и вот фортепиано-трио, в частности, настолько богатый, насыщенный репертуар, играть не переиграть, и, ну, действительно, столько шедевров написано в этом жанре, очень большой спектр, поле. Почему скрипка? То есть, вот, например, это был выбор, не знаю, родителей, это было собственное желание, как вот начинается, ну, вот этот выбор музыкального инструмента, еще, может быть, ребенка. Вы знаете, ну, конечно, как правило, в музыкальную школу приводят родители, если они, тем более, не музыканты, как правило, на фортепиано, да, что-то такое. Вот, меня мама также привела на фортепиано, она сама училась в музыкальной школе, всю жизнь свою играла, действительно, на фортепиано, музыциировала дома для себя, она не профессиональный музыкант, лингвист, но вот очень такое ее, ну, хобби, любимое занятие было. Вот, и она меня привела в Москве, в школу Шапорина, которая сейчас, ну, относится к институту Шнитке, при институте Шнитке в Москве. Вот, на фортепиано, да, и, как обычно, на фортепиано очень много желающих, и в школе как-то хотят распределить все-таки равномерно, отправить на другие инструменты тоже, вот, и предложили, вот, попробуйте на скрипке. И надо сказать, что с шести лет я уже четко знала, что я хочу играть на скрипке, что это станет моей специальностью. Ну, вот, так сложилось после школы, соответственно, музыкальное училище и так далее, потом высшее образование. Скрипка мне всегда казалась каким-то вот магическим инструментом, потому что кажется, что этот вот, ну, вот небольшой по размеру инструмент, в котором не так много струн, он вот может издавать, ну, такой совершенно удивительный диапазон звуков, и в нем очень, ну, наверное, вот именно в скрипке здесь проявляется какое-то мастерство самого исполнителя, потому что вот он должен заставить эту скрипку совершенно, ну, как-то вот зазвучать так, чтобы она тронула сердца. И причем вот именно и диапазон произведений, ведь скрипка, она играла и там на свадьбах, похоронах, и это в рок-музыке использовалось. Ну, то есть инструмент, который совершенно используется, как кажется, что везде. Ну, по поводу состава звучать, я думаю, что абсолютно каждый инструмент сложен, да, и, ну, нельзя, мое мнение, любой инструмент нужно, ну, найти, его любить, найти к нему подход. Нет, я ни в коем случае не дискриминирую, во-первых, инструменты и музыкантов, которые играют, но просто я обращаю внимание на то, что если вот с виолончелью, вот скрипка, она как бы с одной стороны может быть даже и самодостаточная, скрипка может звучать, условно говоря, в кабаке, в ресторане, в рьете, ну, то есть она вот как бы сложно представить себе вот, ну, как бы другие инструменты, которые настолько вот могут в разных местах ты их можешь встретить. Ну, во-первых, по диапазону, ну, это, да, по сути, если говорить, сравнивать там с хором, да, это тоже сопрано в хоре, поэтому, конечно, ведущая мелодия, как правило, ну, принадлежит сопрано, в частности, вот скрипка, если это саксофонный, допустим, квартет, там тоже самое есть саксофон, сопрано, аль-тенор-бас. Вот, ну, да, довольно-таки инструмент, конечно, популярный, используется в разных жанрах, да, в классической, академической музыке, также и в каких-то там более легких жанрах, в частности. Ну, то есть, а у вас не было искушений, то есть, ну, или приглашений вот в каких-то легких жанрах еще играть, потому что я сразу вспоминаю, в «Моцарт-джунглях» был прекрасный сериал с Гарсией Берналем, и там нам как будто бы показывают вот за кулисье симфонического оркестра, где многие музыканты подрабатывают, то есть, они днем репетируют в большом концертном зале, а иногда по вечерам они идут подхалтурить в каких-то вот веселых заведениях, то есть, вот там скрипачка, которая играет как раз-таки, ну, где-то то ли в кабаре, то ли в каком-то ресторане, то есть, вот... Ну, знаете, конечно, был какой-то опыт, да, где-то, я думаю, все музыканты в основном сталкиваются с тем, что где-то какие-то там закрытые мероприятия и так далее, это все может быть. Мы музыканты, это такая же профессия, как любая другая. Не могу сказать, что меня это очень увлекает, конечно, если говорить о том, что приносит удовлетворение, удовольствие, чтобы вот с головой, да, погрузиться и наслаждаться процессом. Это, конечно, в первую очередь концерты, это общение с коллегами, музыкальное общение. Мне очень повезло, в трио я работаю с Ириной Валикжаниной и Роксаной Тарвидой, да, замечательные музыканты, нам вместе интересно, комфортно. И даже вот сейчас, да, такое непростое время, ну, совместными усилиями все равно получается более-менее вот вести нормальный музыкальный образ жизни. Я имею в виду, что, ну, с тех пор, как у нас пандемия началась, да, конечно, стало немного все сложнее. А как вот происходит, как вот действительно сейчас удается ли организовывать выступление, учитывая все вот эти необходимые ограничения? Вы знаете, честно говоря, мне каждый раз, когда мы что-то собираемся, да, сделать, куда-то поехать, кажется, что это невозможно. И когда это все происходит, глядя назад, думаешь, ну, неужели, неужели все получилось? Потому что, в принципе, каждый день можно утром встать, да, например, в день концерта и понять, что там кто-то из музыкантов на концерт не попадает, ну, в силу известных обстоятельств. Или там, ну, еще что, все что угодно, да, там, не знаю, отменили самолет, автобус и так далее. Но у нас как-то, слава богу, сложилось в этом сезоне. Мы успели съездить в Эстонию, играли в Катриорге в Таллине, в Пиарна, в Ратуши, в Тарту в городском музее. И очень приятно было, что слушатели пришли, и в Катриорге было очень много народу. Даже неожиданно, потому что это, опять же, было тоже там перед очередным закрытием, это была осень. Вот, потом мы вернулись, нас пригласила Инна Давыдова в зал артисии, Маврикий, прекрасный зал. Все, все, рады слушатели наверняка там бывали. Вот, был концерт в декабре здесь. Вот, и сейчас вот мы планируем запись делать в той программе, которая была, ну, в этом сезоне, программа этого сезона. Очень красивая получилась, такая разноплановая. Это Моцарт до-мажорное трио, Аренский фортепиано-трио. И трио нашего современника, Платона-Буровицкого, Депсезе Эдуароманс называется, Аромат небесных цветов. Вот, то есть, ну, классизм, романтизм и вот современная музыка. Очень интересно. Вот, вот, мы хотели сделать запись в ближайшее время. А 14 февраля что будет? 14 февраля в Digital Art House, с Локус 2. Ну, рядышком, прямо вот через парк, прямо вот бывший кинотеатр Пионерис, там, где когда-то находился. Да, недалеко от художественного музея. И потом Оскар назывался кинотеатр. Да, совершенно верно. Роман Морозов, директор и продюсер, пригласил нас в очередной раз сделать концерт, сыграть на 14 февраля. Последний раз мы там играли концерт «Модернисты», под выставку «Модернисты». Там была достаточно такая серьезная программа, может быть, отчасти для подготовленных слушателей. Это был квартет Прокофьева, квартет ДБС, квартет Симуна Барбера. А в этот раз мы… Программа будет чуть-чуть, наверное, легче, доступнее для слушателя. Ну, просто, чтобы слушатель мог прийти в этот день светлого Валентина, насладиться красотой вокруг, потому что, ну, то, что там происходит, выставки, сколько я видела, действительно очень красиво. Вот. Ну, и мы вот эту всю красоту, Густав Клим там будет, мы постараемся еще больше украсить, дополнить музыкой. Будут исполнены произведения Старпицола, Якоба Гаде, Карлса Гарделя. Ну, то есть, любовь, танго. И не только танго Чайковского, вальс из «Спящей красавицы». Ну, такие, в общем-то, музыка, я думаю, большая часть произведений, ну, каждому знакомое, где-то уже было слышно. А я понимаю, что эта программа, вот она будет исполнена 14 февраля, но потом еще будут возможности, наверное, вот с этой программой ознакомиться на других концертах, последующих, или? — Знаете, возможно, там первый концерт будет в 19.30, возможно, мы будем делать еще один концерт позже. Вот. Ну, в принципе, пока что это на 14 февраля. Потом посмотрим, может быть, может быть, может быть, это будет, например, какой-то 8 марта. Ну, это, так скажем, немножечко более легкая, да, программа, вот, ну, в общем-то, в академическом исполнении. Это будет струнный квартет, да. Будем играть со скрипачкой Александрой Малышкиной, альт Иверс Бринумс и вилучилистка Ирина Великжанина. Вот. Трудный квартет, классический состав. — А вообще, вот действительно, вот мы говорили о том, что трудные времена. Насколько вот настроение самого музыкантов вот за эти два года изменилось? Насколько, ну, не знаю, вот остался еще какой-то этот вот запал? Вот не пришло ли какой-то, ну, усталость, разочарование того, что настолько много препятствий для каждого концерта? Да, то есть приходится постоянно уже думать не о творчестве, а о том, состоится или не состоится? Сколько вообще зрителей, как их рассадить? Как там организовать репетиции, чтобы это все, ну, выдержать все эти эпидемиологические ограничения? Ну, да, это действительно сложно. Немножечко, наверное, то, что раньше было в какой-то степени рутиной иногда, сейчас, ну, по-другому, я по-другому стала немножечко относиться. Просто действительно, выходишь на сцену, и каждый концерт, в общем-то, по сути, даже если что-то запланировано, ну, сто процентов никто не уверен, будет, не будет, там, перенесут, не перенесут. У меня есть, у нас с квартетом есть поездка, на которой почти уже два года гастроли, мы полтора, вот, и вот ждем, когда, в Германии. Вот, и, наверное, не знаю, я стала больше ценить. И, честно говоря, если организатор не я, я выдыхаю, потому что, ну, все-таки, да, это, конечно, сложно, и каждый раз там продумать, сколько билетов можно пустить в продажу, каким образом вот все это рассадить и так далее. Заниматься и музыкой, и всей организации вообще всегда было сложно достаточно, но сейчас с учетом всех дополнительных ограничений, там, каких-то вот препятствий таких, это стало немного сложнее, но все равно это наша профессия, поэтому мы играем, и сейчас особое удовольствие действительно играть для слушателей, тем более мы все прошли тоже какой-то момент, были там онлайн-концерты, да, какие-то, вот. Это, конечно, все тоже замечательно, да, но все-таки не заменяет, не заменяет. Это лучше, чем ничего, но вот это, наверное, общение, да, ну, как энергообмен слушателя и исполнителя, это очень-очень важно. А если посмотреть на публику, аудиторию, она с годами, вот, например, молодеет, стареет, то есть вот насколько классическая музыка, она находит отклик у аудитории, я имею в виду, может быть, у молодежи, вот насколько для молодежи это круто, прикольно, не знаю, вот, ну, модно вот ходить на концерты классической музыки? А вы знаете, наверное, мне так кажется, что в последнее время это действительно стало круто в какой-то степени, и вообще, ну, конечно, люди приходят не потому, что просто там это, да, как это, статус сходить на концерт классической музыки. Хотя иногда вот говорят, что о том, что вот, ну, вот, видно даже, вот, ну, когда первые там лица государства или какие-то, ну, вот, крупные чиновники, ну, для них вот, как бы это является частью или протокола, или вот необходимость, ну, вот, частью статуса, и видно, что люди откровенно скучают, но они должны высидеть, они должны присутствовать на этом мероприятии, потому что так положено по статусу, чтобы вот... И это немножко даже, ну, даже смешно, потому что понимаешь, что человек не получает удовольствия от концерта, он пришел, потому что так надо, потому что он должен вот создать имидж, что он очень серьезный, уважаемый человек, вот, дескать, вот на такое серьезное мероприятие пришел. Ну, да, наверное, может быть, это имеет место быть, вот. Ну, вообще, слушатели, наверное, если это серьезная программа, все-таки, ну, если не брать музыкантов, да, и причастных, вот, люди, наверное, среднего возраста, чуть-чуть старше, вот. Вот, например, кстати говоря, мы когда играли в последний раз вот у Романа Морозова в «Диджит Лаурхаузе», там, на удивление, было достаточно много молодежи, и как-то так, ну, насколько я могла ощущать, не было ощущения, ну, казалось, что действительно им интересно, хотя была, ну, я еще раз повторюсь, была достаточно серьезная программа, ну, в общем-то, но вот приходят, приходят слушать молодежь в частности, правда, вот «Диджит Лаурхауз» — это не только концерт, скорее, ну, как, там… Ну, да, это и… Это выставка, да. Это выставка, ну, как бы, дигитальная выставка. Дигитальная выставка, такое, да, пространство, арт-хаус, вот, поскольку у Романа Морозова много всяких идей, он открыт всегда к… То есть живое исполнение и вот эта дигитальная выставка, посвященная кому-то из исполнителей. Я просто смотрю, у нас просто совсем время заканчивается, но я хочу напомнить, что если хотите удивить свою девушку, вот именно, может быть, действительно сделать какой-то такой очень необычный вечер 14 февраля, День Святого Валентина, как раз-таки будет очень интересный концерт, который выступит в струнный квартет «Алма», и сегодня вот первая скрипка «Квартета», и художественный руководитель, вдохновитель коллектива Анна Салнит была в нашей студии. Спасибо большое, Анна, что пришли. Спасибо, ждем вас очень на концерт, приходите, приходите.